Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Какой ваш прогноз, как будет развиваться их судьба? Ну я не судья, я не адвокат, я не следователь Я думаю, что они все-таки до начала февраля в бутырке отсидят положенные А там уже зависит от суда Бутырка, кстати, закрывается, так что они одни из последних, видимо, будут таких знаменитых сидельцев Наверное, в музей попадут Потом арт-пространство сделают и там же их оставят, пусть усят Честно, наверное, я думаю, что Новый год по-любому они там встретят, вот Рождество А дальше уже все зависит от суда Не исключая, что они и дальше там останутся Ну, слушайте, Александр, смотрите, если все-таки предполагать развитие событий Гипотетически, если они после 8 февраля выходят, все-таки их отпускают Если все это вот таким образом разрешается Во-первых, остается ли один в Краснодаре, а второй в Зените, соответственно? Ну, пока с ними контракты не разорваны Они принадлежат Краснодару и Зениту А почему тогда, допустим, тренер того же Урала так уверенно предлагает свои услуги в этом плане? Ну, я думаю, что тут есть элемент, скажем так, пиара и так далее С другой стороны, предполагалось и до сих пор предполагается, что контракты с ними По крайней мере, Краснодар с Мамаевым разорвут Или расторгнут, как угодно это можно называть Но пока-пока они игроки этих клубов А то, что люди говорят, ну, мало ли что Ну, там, насколько я помню, Краснодар-то еще в самом начале, по-моему, уже свою позицию по этому поводу заявил И сказал, что в Зените как-то себя так было условно, и в итоге так как-то не прозвучало от них такого твердого слова Ну, Зениту, в общем-то, Кокорин нужен Если он форму наберет, если сможет дальше играть, то Зенит, он, конечно, пригодится Они там тренируются сейчас? Есть у них такая возможность? Хороший вопрос Там спортзал вроде есть, честно говоря, я не знаю, насколько часто они сейчас ходят в этот спортзал Ну, тренировками-то называть, наверное, можно условно, так, поддержание некой физической формы Легкой, скажем так А настоящих, полноценных, конечно, футбольных тренировок там нету Слушайте, ну, Мамаев и Кокорин, это же, скажем так, не главные звезды прошедшей недели Там же Глушаков отличился прям так, что нарисовался и не сотрешь Его же вызвали уже даже Мы что-то решили, Александр, со скандалом сегодня начать А у нас такой футбол, к сожалению Без них никак Почему-то вот так складывается, что последние месяцы у нас только и говорят О Саше и Паше, а также о Денисе и о Киржакове и его разводе А с Миланой, да, там тоже они Поэтому очень много таких скандалов околофутбольных И, как ни странно, в основном внимание публики именно к ним Не к нашему футболу А может, у нас футбол такой, что он после чемпионата мира не заслуживает именно как футбол внимания и разговоров Мне кажется, это самое обидное, что вот при таком более чем удачном выступлении нашей сборной Да, вот это пошла какая-то непонятная волна вот этой желтизны И самое главное, что желтизна основана на реальных событиях Нормальная, понятная желтизна Дайте поговорю про желтизну Поговори А вот с Глушаковым-то вот поступок совершенно не мужской Поступок совершенно вот прям неприятный Но его клуб его поддерживает, насколько мы поняли Потому что вот высказывания именно представителей клуба говорят о том, что я вам таких историй насобираю Мол, как будто бы это все нормальная практика и что вы раздули из мухи слона Честно, я так думаю, что сейчас просто эпоха интернета И сейчас становится все вдоль секунды известно Я думаю, что таких историй раньше в любом виде спорта было, ну, хватало, скажем так Это не единичный случай Вот, обсуждать Дениса не хочу, это его жизнь как бы и так далее А Спартак, да, он игрок Спартака, Спартак поддерживает Спартак не намерен с ним пока, по крайней мере, разрывать отношения Будут сборы, с января он будет готовиться к второй части сезона Ну что ж, вот видите, как хорошо Тем не менее, мне кажется, Спартак все-таки подтвердил свой статус самой сложной команды во всех отношениях Спартак, тот клуб, которому наибольший интерес Не зря его называют народной командой Хотя, извините, с этим не согласится Никогда причем Они спорят, у кого больше, в общем-то, аудитории Но, опять же, я говорю, Спартак это та команда, за которой многие следят, да, о которой многие читают, о которой многие интересуются Поэтому, соответственно, о Спартаке больше и говорят, и пишут, и показывают А, в принципе, возьми какой-нибудь клуб первого дивизиона Наверное, там, если покопаться, можно найти что-то похожее А, скорее всего, происходит то же самое, да? Просто игру А об этом не так много говорят? Меньше охват, меньше аудитория, меньше говорят Опять же, там, я не знаю, условно говоря, провинция, Москва Тоже разные вещи А возвращаясь к году, да, жалко, что чемпионат мира, в общем-то, он дал такой огромный импульс Вот хорошие темы, кстати, сейчас вы затронули, Александр Давайте прервемся вы все-таки на 3-4 минуты И потом мы продолжим эту тему Итак, друзья, стране о спорте на телерадиоканале Страна ФМ продолжается Александр Бобров у нас в студии Ну и вернемся к вам через несколько минут Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Совершенно невероятный разговор у нас продолжается о футболе Мы все сегодня 8909-928-189-9 Ватсап, вайбер, смс-сообщение Пожалуйста, задавайте все свои вопросы Ну, относительно футбола, естественно Да, ну, в нашей группе ВКонтакте тоже есть специально прикрепленный пост Он прямо вверху Александр, мы прервались на чем? На том, что... Год, импульс, чемпионат мира Вот, действительно, сумасшедший год получился И чемпионат мира повлиял на интерес к футболу Естественно, он вырос Очень сильно вырос И народ пошел на стадионы Благо, очень много было построено новых арен Удобных, комфортабельных В том же Санкт-Петербурге крыша закрывается Там температура плюс 15 Ходи, смотри на футбол, на хоккей, как недавно было Наслаждайся Вот, но при всем при этом В целом уровень непосредственно футбола, конечно, у нас невысокий Что показали матчи сборной К сожалению, неудачные в ноябре Вот, и в целом такой год какой-то неоднозначный получился Хотелось бы, чтобы вся эта волна, которую поднял чемпионат мира Она так и продолжалась Но, к сожалению, начались скандалы Начались неудачи команд клубных и сборной Поэтому такое смазанное впечатление какое-то Даже ведь про Дзюбу говорят, что не может человек все время быть на подъеме То есть вот он выдал максимум и уже немножечко начинает обороты сбавлять Может быть, все так со всеми нашими футболистами? Возможно, но все-таки это их работа Они должны работать и играть так весь год А не только, я не знаю, там, пять матчей, условно говоря, за сборную в июне и все Конечно, это неправильно Но давайте для тех, кто не в курсе, что произошло в ноябре Почему они так вот, скажем так, не оправдали наших ожиданий? Ну, очень много было травмированных Состав сильно изменился Вот, те, кто, скажем так, второй эшелон, резерв Они не могли полноценно заменить тех, кто не смог выступать за сборную в двух матчах с Германией и Швецией Вот, и, наверное, в этом основная причина Но плюс все-таки на чемпионате мира мы, наверное, прыгнули выше головы В первую очередь потому, что мы хозяева Как бы у нас была сумасшедшая поддержка болельщиков Ну, вот, понятно, что, может быть, в других условиях мы из группы бы не вышли Группа была такая, из которой можно было выходить по силам нам Поэтому так сложились обстоятельства Так все удачно сложилось Что мы добились того успеха, которого добились Ну, а дальше, в общем-то, мы стали показывать тот футбол, который, наверное, в большей степени стоит от нас ожидать Вот, в следующем году будет отборочный турнир чемпионата Европы Хотелось бы, чтобы наши попали из группы сразу Вот, не откладывая это до матчей Лиги Наций Которые будут в 2020-м уже году Где мы еще имеем шанс тоже сыграть А в Лиге Наций там одну команду берут, да? Там дело в том, что там очень хитрая, очень сложная схема Вот, хотя мы не заняли первое место в группе в Лиге Наций Но есть шанс, что мы все равно сыграем в таком мини-турнире за одну путевку на чемпионат Европы Если те, кто занял первые места, кто-то из них пробьется через отбор в 2019 году Но это рисовать надо, если честно На словах даже очень трудно объяснить Это новая схема, которую UEFA придумал То есть можно по-прежнему пробиться в 2019 году через отборочный турнир чемпионата Европы Заняв первое или второе место в группе Если не пробиваешься, все равно у нас еще есть шанс в марте 2020 года сыграть вот в этом плей-офф мини-турнире Если, допустим, какая-то из команд из нашего второго дивизиона, дивизиона Б Попадет через основной отбор и оставит свою как бы вакансию для нас То есть шанс есть еще Но вот эти хорошие слова, шанс есть, это значит все-таки есть какой-то повод для оптимизма Ну, естественно, нет, всегда мы смотрим с оптимизмом Всегда мы ждем, потому что мы наших футболистов любим, наши команды любим Вот, конечно, мы относимся в большей степени с оптимизмом Иногда с реализмом и пессимизмом, но чаще с оптимизмом Это хорошо, давайте мы снова прервемся ненадолго, друзья Через три минуточки мы снова продолжим Очень многие футболисты за границей, они вот когда забивают гол или что-то, ну, помимо Роналдушки, который майку снимает, они танцуют, у какой-то у них перформанс А наши ребята, они все-таки пока осторожно так Мне кажется, они настолько не привыкли к любви публики, если они будут вот играть, так как они сейчас с ноября играют, то они к ней не привыкли Ну, по-моему, фирменный жест по поводу забитых голов, есть только у Дзюба, насколько я помню Ну, Аршавина была Вот это, но Аршавина уже, что вспоминать-то Завершил карьеру Да нет, на самом деле разные, в общем-то В Казахстане играет Он все, он завершил А он уже и все, да, конечно Он в «Зенит» вернулся И завершил Буквально на днях завершил и вернулся в «Зенит» уже на административную должность, да, просто клубную должность Как быстро там у них все, только привыкнешь, что он в Казахстане, а он раз уже и все Ну, слушай, быстро, сколько лет Жизнь такая, жизнь идти быстро, да Александр, у меня вопрос есть по поводу Лиги нации, вот мы за кулисами эфира чуть поговорили, все-таки Я знаю, и у меня знакомых много, которые до конца не понимают, это что вообще, зачем это придумали Это исключительно вот коммерция, да, как вы уже говорили Ну, изначально это было еще при платине придумано, когда он был президентом УФА вместе с Инфантино, который сейчас FIFA возглавляет Вот, естественно, они пытаются любую возможность найти для зарабатывания денег, это в наше время нормально В любом виде спорт, наверное, чиновники стараются это сделать, вот, соответственно, они на себя замкнули по, в общем-то Раньше было очень много товарищеских матчей, которые трудно было организовывать и так далее Они убрали большую часть товарищеских матчей, придумали новые турниры Лигу нации, замкнули все на себя Все права централизованы, собраны в УФА, я имею ввиду коммерческие, маркетинговые Соответственно, играя в Лиге нации, ты можешь заработать там от миллиона до нескольких В зависимости от результатов, от итогов твоего выступления Плюс тебе не надо заморачиваться, искать каких-то спарринг-партнеров И еще один плюс, ты можешь попасть на чемпионат Европы 2020 Не через отборочный турнир, а через Лигу наций Немножко сложно это все выглядит, но на самом деле, если схему посмотреть То там достаточно все просто Ну, наша сборная вот сыграла 4 матча в своем дивизионе, в втором дивизионе Да, и все сборные, они как бы разделены по рейтингу на 4 дивизиона Первый дивизион это элитный, где играют самые гранды Конечно, хотелось, чтобы наши туда попали, но в этот раз не получилось Вот, второй дивизион это вот, где мы выступали, третий, четвертый, где команды ниже уровнем Между дивизионами перемещение идет, занял первое место, поднялся, последнее опустился и так далее И плюс, я говорю, вот путевка, эти 4 путевки на чемпионат Европы 2020 Их разыграют уже весной 2020 года, за несколько месяцев до старта турнира Следующий турнир непонятный будет, там чемпионата Европы нет Через 2 года будет, возможно, разыграет одну путевку на чемпионат мира в Катаре Либо не будут ничего разыгрывать, просто будут играть за деньги А Лига наций проходит как раз раз в 2 года, да? Раз в 2 года, по крайней мере Соответственно, попадает на Европу, на мир, да, получается? Такая идея, по крайней мере, что с ней дальше будет, непонятно, пока спонсоры подписались Пока на себя обязательства взяли, но это каждый раз перезаключение договоров Пока этот турнир живет, может, вместо него еще что-то придумают, кто знает Но, с другой стороны, Инфантино хочет создать еще одного монстра Он хочет создать мировую Лигу наций, по примеру, европейской Пока против этого все возражают, особенно Европу Потому что, конечно, игроки все-таки не могут выступать 12 месяцев в году Им нужно отпуска, им нужен отдых А матчи все больше и больше И большинство, в отличие от наших футболистов, западников Они играют по 50, по 60, по 70 матчей Это тяжело выдерживать, понятно, деньги деньгами, но... Так вот, я только об этом хотел сказать, что, ну, мнение дилетанта Я бы за такие деньги бегал 12 месяцев без перерыва Это ты так думаешь? Все-таки организм, он... Да, ну понятно это Веченый, травмы, психологически тяжело Нет, ну, надо отдыхать А тот же Инфантин, он хочет турниры проводить в июне Когда и так, в общем-то, остается совсем мало времени На отпуска, ну, там, 2-3 недели от силы А потом начинаются коммерческие турниры в июле Подготовка к сезону и так далее и тому подобное Нет, сложно все А Инфантино хочет помимо мировой лиги нации Еще и огромные турниры для клубов создать Несколько десятков, чтобы клубов выступали Опять же, основная цель – зарабатывание денег Потому что UEFA может зарабатывать деньги каждый год Там Лига чемпионов, Чемпионат Европы и так далее А у UEFA такая возможность Только раз в 4 года чемпионат мира Александр, я хотел вернуться к нашим клубам В частности, к ЦСКА, да? Ну, понятно, на что пойдет Ну, давайте сделаем это буквально через несколько минут Друзья, мы прервем сейчас И чуть позже к вам вернемся Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Так лучше быть, молчать не будем Будем продолжать наш интересный разговор про спорт У нас в гостях заместитель шефа отдела футбола Спортэкспресс Александр Бобров Еще раз здравствуйте Доброе утро, Александр Что вы там намекали? Какие шутки вы там шутили? Мы намекали на наши клубные дела Но в частности, ну, если совсем простым языком говорить Почему Мадрид-Реал 3-0 мы обыграли А что мешало сделать то же самое до этого? Потому что вроде бы как победа Причем совершенно феноменальная Мадрид-Реал обыграть 3-0 Но это ничего не дало Потому что в итоге мы всем вылетели Не прошли дальше Ну, с точки зрения результата, да С точки зрения счета, да Это победа феноменальная, фантастическая Что это еще дало? Это дало, опять же, импульс Это повысило интерес к команде со стороны болельщиков Наверное, какие-то мальчишки после этой победы Заинтересуются еще больше футболом Пойдут заниматься им Самому ЦСКА это дало, помимо имиджевых плюсов Это дало 2,7 миллиона евро Бонус за победу в групповом турнире Лиги чемпионов Это существенная добавка Это зарплата ведущего футболиста годовая Либо там две зарплаты обычных футболистов Либо трех То есть это, в принципе, существенная прибавка в клубный бюджет Компенсирование каких-то расходов и так далее С другой стороны, огромный минус ЦСКА четвертый никуда дальше не попал Ни в Лигу Европы, ни в Лигу чемпионов Лишился возможности продолжать борьбу в Еврокубках И зарабатывать еще больше, скажем так, денег Почему я говорю про заработки? Потому что в любом случае выступление в Еврокубках Это в первую очередь деньги Которые ты зарабатываешь Либо получая бонусы за очки, за успехи Либо светя своих футболистов И потом их продавая Европейским грандам и так далее ЦСКА, в общем-то, уже не первый год Живет во многом за счет Лиги чемпионов Это очевидно Что у Евгения Гиннера Это один из основных источников, скажем так, дохода В прошлом сезоне ЦСКА заработал Если не считать билеты Ложи и так далее Только от УЕФА, по-моему, заработал ЦСКА порядка 25 миллионов В этом сезоне уже больше 20 миллионов Наверное, будет больше 25 Наверное, где-то между 25 и 30 миллионами евро В принципе, это нормальная прибавка в бюджет Я не знаю, сколько сейчас у ЦСКА точно бюджет Но я думаю, это где-то половина или треть бюджета точно ЦСКА на год Соответственно, опять будут армейцы пытаться Занять одно из трех мест Желательно первые два в чемпионате России Потому что тогда ты напрямую попадаешь в Лигу чемпионов 19-20 С третьего места через отбор надо проходить Через отбор попасть сложнее Еще один минус Какой же ЦСКА вылетел Что вылетел Локомотив Что вылетел Спартак У нас осталось только две команды Зенит и Краснодар Мы идем шестыми в рейтинге УЕФА Этот рейтинг определяет представительство стран В Еврокубках То есть сейчас мы шестые Мы можем заявлять в сезоне 20-21 Шесть команд Из них три в Лигу чемпионов Если сейчас Зенит и Краснодар выступят неудачно То нас могут обойти португальцы Мы станем седьмыми И тогда мы сможем заявлять только пять команд И только две, а не три в Лигу чемпионов Соответственно это и в имиджевом плане потери И прежде всего в финансовом То есть у нас минус один клуб Который может заработать хорошие деньги А деньги сейчас в принципе решают все Наверное в нашем футболе Без денег не будет ни игроков Не будет нормальных зарплат и так далее Но это видно, что Если раньше у нас были достаточно существенные финансовые возможности У нас было много звезд В премьер-лиге Сейчас звезд практически не осталось Я имею в виду в первую очередь зарубежных Они так или иначе уехали Поэтому конечно сейчас вся надежда на Зенит и Краснодар Жеребьевка была вчера Им достались такие не самые сильные соперники Но серьезные Байер и Фенербахча Турецкий Матч в феврале будут Обеим командам сейчас надо будет чуть раньше начинать подготовку К второй части сезона Потому что чемпионат России возобновится В начале марта Кубок должен возобновиться в начале февраля А Еврокубки они в середине февраля Соответственно чуть раньше Чуть активнее надо будет готовиться Но дай бог, чтобы хотя бы в 1-16 они выступили успешно И прошли дальше Иначе я говорю, нас португальцы могут догнать и перегнать А если говорить про деньги, у нас по-прежнему самая богатая команда Это Зенит Питерский, да? Ну по идее Наверное Зенит, Спартак, Локомотив Наверное вот эти три команды Я думаю Краснодар не бедствует Но все-таки Сергей Николаевич Галицкий Там достаточно экономно подходит Понятно, что когда тратишь свои собственные деньги Ты И более разумно к этим тратам подходишь Вот Кстати, это одна из команд, которая реально претендентна на золото То есть Краснодар настолько за эти годы возмужал Стал играть интереснее И эффективнее И эффектнее Вот что В общем-то Уже вошел в число топ Наверное пяти И я считаю, что это один из основных претендентов на первое место На золото Краснодар и Зенит, пожалуй Александр, я хотел немножечко в сторону от спорта отойти Мы вот вне эфира чуть-чуть об этом поговорили Все равно вот ваше мнение интересно Как профессионала Как профессионала спортивного журналиста Почему все-таки так происходит? Да, ну если вот мы говорили о том Что если не привязываться к конкретному спорту И не брать команды в целом А конкретной персонали Да, почему есть Почему есть в конце концов Александр Овечкин, да? Который на протяжении уже долгих лет Уже об этом можно говорить с твердой уверенностью Он не то, что держится на одном топовом уровне Он прибавляет практически там с каждым месяцем, да? Почему в футболе у нас так не получается? Это что? Личные отношения, трудоспособность Отсутствие мотивации Хотя за такую зарплату опять же можно было и как бы постабильнее играть Наверное все-таки в первую очередь трудоспособность Воспитание То, что в тебя вложили родители Я не знаю там школа, знакомые, друзья Наверное в первую очередь это И желание по-прежнему быть первым Наверное это Вот последний, мне кажется это самое главное все-таки Потому что я вот приводил пример Кристиану Роналду Он не талантливый Он талантлив, наверное, в отношении к жизни, к себе, к работе То есть он трудоспособен, он трудоголик Он каждый день пашет и он этим именно берет Почему? Вот говорят же наоборот Что у него как-то даже вот туловище сложено таким вот образом Слушайте, вот мне хорошие идеи Давайте про туловище Кристиану Роналду Там мы говорим чуть позже, сейчас мы прервемся Ну и вернемся к вам через несколько минут и продолжим Ну и естественно по этой дороге мы дальше не пойдем Пока я честь Роналдушки не отстаю Я вот считаю, что вообще Роналдушка Он абсолютно сложен как Аполлон У него вот он родился, чтобы быть футболистом Поэтому он вот так бегает, раз ручкой махнет, гол Раз ножкой махнул, гол тоже Вот он молодец Валерий, как вы поняли, Александр, адская фанатка Роналду Родился он все-таки другим, если вы посмотрите фотографии, какой он был в детстве и в юности Да вы знаете, я-то в юности тоже была не очень Он очень сильно поменялся Роналду это, надо иметь в виду, что Роналду это бренд Этот взгляд означал, что я и сейчас не очень Роналду это целая огромная корпорация по зарабатыванию денег в первую очередь Роналду это бренд, который позволяет зарабатывать не только самому себе Но и всем рекламодателям, которые вкладывают, спонсорам, которые вкладывают в него деньги Агенту своему, всей своей огромной семье и так далее С Роналду это реально машина по зарабатыванию денег Кстати, он и позволил Ювентусу сейчас начать зарабатывать гораздо больше Потому что и болельщики, и маркетинг, и мячендайзик Это одно другого не отменяет, он же играет Он играет, но это все-таки машина Это как бы в большей степени машина, которая сделала сама себя Сделала, я не знаю, изменила чуть-чуть внешность Накачала мышцы Машина, которая с утра до ночи, в общем-то, пашет Машина, которая ограничивает себя в еде, в удовольствиях и так далее Это не футболист, вы считаете? Почему? Это футболист в том числе, но я говорю, в первую очередь это бренд Это огромный-огромный бренд, который сопоставим со многими известными марками Нет-нет, я сейчас не спорю, я просто пытаюсь понять, а что же такое вообще футболист в полном смысле этого слова? На мой вкус, у людей разные вкусы, поэтому у людей разные любимые, я не знаю, актеры, футболисты, певцы и так далее Мне симпатичнее, мне понятнее футболисты другого плана, я их считаю игроками именно Но это Месси, Черенков, Цимбаларь и так далее То есть, если так уже о России говорить Криштиану Ну да, у него красивые голы, но в первую очередь это все-таки машина для зарабатывания денег Слушайте, но все равно в любом случае Месси это тоже бренд? В меньшей степени все-таки И Марадона был бренд, и Пеле бренд Нет-нет-нет, тогда, наверное, все-таки не было Не настолько, а потом Марадона с его скандалами, с наркотиками Ну мы видели, как он отжигал на трибунах В журналистах это все-таки не было Слушайте, а вы Месси, когда с нашими перечислили, так получилось, как будто он наш уже Как будто бронница хотел Я имею в виду по тому, что он творит на поле Это именно все-таки творцы Это люди другого склада У них мозги футбольные по-другому скомпонованы Это именно люди, которые творят на поле Ну, по крайней мере, для меня вот эти три человека Я не видел вживую Стрельцова Возможно, и он таким же был Но вот именно эти три человека Месси, Черенков и Илья Цимбаларь Они для меня именно олицетворение игрока Не машины футболиста Не машины по забиванию голов И делания результатов, а обеспечения результатов А именно вот игроки Игроки, которые, ну, не знаю, с шагом, жестом, движением Они вот влюбляют в себя тысячи и сотни тысяч А вот, кстати, Александр, интересно очень ваше мнение Вот по какому поводу Вот кто из совсем молодых игроков Ну, имена, кого мы уже знаем, да? Кто уже себя зарекомендовал Вот готовы там, ну, я не знаю, через 3-5 лет стать Такими же величинами вот такого уровня Ну, сейчас очень много разговоров о том Что из целой группы игроков ЦСКА Могут вырасти большие футболисты Они уже, в общем-то, обратили на себя внимание Но это Чалов, Влеков, Ахметов Вот, наверное, это Троица В первую очередь они Многого ждали от братьев Миранчук Вот, от Алексея и Антона Но они как-то вот пока притормозили немножко Ну, я, кстати, не только о наших главе Кузяев, а, ну... Вообще Мбапе, можно сказать, что он уже... Он уже, он уже большой футболист Потом есть два очень хороших игрока в Аяксе Их сейчас будут разрывать Если не в январе, то летом будущем Это центральный защитник Деликт Вот, и центральный полузащитник Фрэнки де Йонг Это два игрока, на которых претендуют Ну, все основные ведущие клубы Их в первую очередь сватают в Барселону Они по складу, как бы, опять же, вот Игроки такого больше к Мессе, что ли Вот, это умные ребята Ну, и в Аяксе такой Аяксовский, Спартаковский, тире футбол Ну, Барселон, мягко говоря, не самое плохое место Неплохое, но За Деликта борются Сейчас защитники в цене Их цена доходит там до 70-80 миллионов И на полузащитников тоже спрос большой Но, друзья, в общем, считайте, что это был такой небольшой предновогодний прогноз Дело в том, Александр, у нас 20 секунд остается Жалко Только начали и уже пора заканчивать Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня был заместитель шефа отдела футбола Спортэкспресс Александр Бобров Александр, спасибо большое еще раз Спасибо Еще раз с наступающим Новым Годом С Новым Годом, с Рождеством Вот, друзья, вам тоже большое спасибо за компанию Вернемся к вам уже завтра, Валерий Майорова И Влад Кутузов, счастливо, пока До завтра Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Страна ФМ и Спортэкспресс